Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по двум обновлениям в Star Stable Online. Посмотрим, какие же изменения произошли с чемпионатом Морланда и Форт Пинта, какие магазины нам добавили, на каких лошадок действуют скидки, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что поустраивайся поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Так как я болела, сегодня будет обзор сразу двух обновлений. Начнем с первого. Это обновление чемпионата Морланда. И давайте начнем смотреть его прям издалека, точнее с внешней его части. Мне очень жаль, что убрали забор с флажками. Мне это позволяло ориентироваться, понимать, что данная локация принадлежит исключительно для чемпионатов. А когда убрали заборчик и очень красивые флажочки со столбиками, это место стало как-то не таким особенным, а просто какая-то площадка для каких-то новых действий. И если ты не знаешь, что здесь чемпионат, то в первый раз ты подумаешь, что здесь просто какая-то площадка торговая, наверное, на которую может приезжать ярмарка. Теперь поговорим уже о деталях. На чемпионате находится кладовка, магазинчик с угощениями для лошадок и два магазина для чемпионов Морланда. У нас появилась новая репутация. Она называется чемпионат Морланда. И теперь, когда будет обновляться каждый последующий чемпионат, на нем тоже будет появляться своя репутация. Так что, если вы захотите очень классный комплект чемпионата Морланда, придется постараться и зауважать себя в их репутации. Кстати, седло очень классное. Мы уже, возможно, вы видели, точнее, спойлеры. Здесь у нас есть вот такая элитная куртка чемпионата, уздечка, вольттрап с узорами. Седло точно такое же, белое-розовое с узорами, точнее, я бы сказала, серый-бристель розовое. И такие же нагавки. Сет очень классный. Он мне нравится намного больше, чем его более простая версия, которая продается в общем доступе. Розовенькая. Но она без узоров и не такая яркая, согласитесь. Все-таки версия для чемпионов выглядит куда более круче. Но, может быть, кому-то и такой вариант тоже подойдет. Ну, а на этой неделе сюда еще и добавили комплект фурпинта. Теперь, я так думаю, что все комплекты, которые будут выходить для каждого чемпионата, будут добавляться в абсолютно каждый магазин. А не чтобы вы бегали по всем локациям и искали, в каком магазине какая цветовая гамма продается. Но относится это, видимо, только к бесплатной версии. Платная, наверное, будет все-таки находиться исключительно под точком. Когда вы приезжаете в первый раз на чемпионат, вы должны будете поговорить с Агнес, которая расскажет вам о чемпионате. И ежедневно у вас будет доступно задание, которое дает вам 75 шиллингов, 300 опыта лошади и 0 репутации. Она дается один раз в день. За прохождение чемпионата вы будете получать 200 шиллингов и, по-моему, 250 опыта лошади. Но я могу ошибаться. Также сейчас тут добавили новое задание чемпионат Фурпинта взять на абордаж. Давайте возьмем это задание. Привет, Дарья, очень рада тебя видеть. Как ты знаешь, ЮКГВК передает управление чемпионатами нашим представителям. По-моему, нас немного надули с заявкой на проведение чемпионата Фурпинта. Говорят, вместо обещанного мероприятия с благопристойной морской тематикой, там мы устроили что-то пиратское. Надо было отклонить заявку, как только я увидела инициалы ДК. Но, как бы там ни было, можешь познакомиться с местной представительницей. Ее зовут Харриет. Может, все не так страшно, как кажется. Так, за это мы получим сразу 25 репутаций в чемпионате Морланда, 50 шиллингов и 15 для игрока опыта. Также, пока что, вот буквально первая неделя, которая вышла обновление по Морланду, она немножечко глющная. То есть, чемпионаты то есть, то нету, то уведомления не приходят. И в итоге ты либо опаздываешь на чемпионат, либо он отменяется, его вообще нету. Это распространяется не только на чемпионат Морланда, но и на все остальные. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Если вам довелось увидеть первое объявление, что чемпионат через 15 минут, ставьте будильник у себя на телефоне, и вы можете не успеть или вообще пропустить чемпионат. Что же еще находится на территории чемпионата? Как же не обойтись без лошадиного тренера и ветеринара? Услуги ветеринара, как всегда, достойной цены. 100 старкоинцев для того, чтобы улучшить вашу лошадь настроение до максимума. Тренер пережил очень хорошие изменения. Теперь, если все-таки для вас очень тяжело качать вашу лошадь до последнего финального 15 уровня, то теперь вы можете с легкостью это купить за старкоинца. Если раньше цены на прокачку лошади у лошадиного тренера были безумные, и на одну только лошадь вы могли отдать почти 3000 СК. То есть мало того, вы ее можете купить за 950, так и если вам было лень качать ее с первого уровня до 15, в сумме выходило почти еще 3 лошади. Но сейчас они пересмотрели эту функцию, и как видите, с 8 на 9 уровень будет стоить всего лишь 95 старкоинцев. Я на одном аккаунте повысила уровень одной лошадки, чтобы посмотреть и ощутить же все-таки, каково это с такими ценами. Я повысила последние 3 уровня, и с 14 на 15 уровень у вас будет стоить 135 старкоинцев. Согласитесь, вот это уже хорошая цена, а не 700, по-моему, 35 или сколько там было. Вы можете, кстати, посмотреть мое видео по старым расценкам. Видео очень старое, но вы можете ощутить, какие же все-таки страшные были цены. Это все, что есть на чемпионате Морланда. Теперь давайте посмотрим, что же еще вышло в первом обновлении на прошлой неделе. А, вышла ярмарка со скидками. Да здравствуют скидки на лошадок и итальянской крови, наверное. Ага, тут лошади успели поменяться, пока я болела. В общем, на первой неделе скидки у нас были на Пасафина, Андалузов и Лузитан. Но сейчас уже пошла вторая неделя, и скидки теперь действуют на норвежскую фьордскую лошадь. Ну, проще говоря, фьордик. Он будет стоить 510 СК. Английская чистокровная. Кажется, пора звать Кассандру, которая хотела всех искупать. 550 старкуринцев за одну лошадку. Пасафина так и осталось 690. И андалузская лошадка 665. Так что, если какая-то из этих пород вам очень нужна была, вы ее очень хотели, какую-нибудь масть, то, пожалуйста, прибегайте и покупайте, если есть возможность. Когда в следующий раз приедет скидка на данные породы, неизвестно. Также приехал в магазинчик ярмарки, и если вы обожаете пиратские образы, советую вам сюда заглянуть. Тут много чего такого пиратского. Ну, а также старые модельки, интересные цвета, и, может быть, что-то вам из этого понравится. Также здесь есть тоже маленькая мини-кафешка, ларочек для вкусняшек для лошадок. Но, в принципе, все. То есть, по большей части данная площадка в этот раз исключительно для скидок на лошади. Ну, а теперь давайте поедем все-таки на чемпионат Форт Пинта. Потому что, если чемпионат Морланды, я уже успела проходить на нескольких аккаунтах вдоль поперек, и даже занять дважды золотую медаль на двух разных аккаунтах, но при этом не на основе, к сожалению, то чемпионат Форт Пинта я еще не видела. И, возможно, вы ощущаете, что мой голос все еще гнусавит, но желание начинать уже снова для вас снимать переборола мои остаточные простудные сопли, которые все еще не дают мне спокойно жить. Я не выдержала, и также, плюс, меня еще попросили, что, пожалуйста, я очень жду твои видео. Ну, и я решила, что да, наверное, пора. Даже с заложенным носом. Вот так теперь выглядит площадка для чемпионата. Очень непривычно. Здесь у нас теперь просто пустое место. Просто один большущий пляж. Это как-то грустненькое. Даже если брать в учет то, что здесь пляжная дискотека летом будет, тут просто теперь очень много песочка. Что хочу сказать. Опять же, мне не хватает вот особой деревянной ограды и флажочков. Надеюсь, когда-нибудь разработчики вернут флажочки. Уж больно мне нравились эти разноцветные треугольнички. Также здесь у нас находятся два магазина. Два магазина? Почему два магазина? Магазин вкусняшек и магазин для профи чемпионатов флорпинта. Ага, смотрите, у нас, оказывается, будет другая немножечко система. Первая версия, то, что особые сеты снаряжения будут продаваться на каждом чемпионате. Это я угадала. Здесь вот такой вот, кстати, очень красивый, черный, элитный уздечка чемпионата флорпинта. Вот такой черный сет. Он, кстати, очень красивый, мне нравится. Но еще нужно заслужить его, чтобы купить. А бесплатные версии попроще будут продаваться только в магазине Морланда. Как бы Морланд является центральной точкой всех чемпионатов. Поэтому бесплатный магазинчик будет только там. Летеринар у нас находится вот здесь вот, в уголке. Такой отдельно стоящий. Тренера лошадиного... Где мы? Лошадиный тренер. Лошадиного тренера решили поставить сюда. Я правильно понимаю, ты тренер же, да? А, нет, это человек, который доставляет на бесплатную ярмарку. Да-да-да, у нас есть тут такой NPC, который доставляет вас от чемпионатов на ярмарку лошадей. Но где же тренер? Неужели здесь нет тренера, он есть только на чемпионате Морланда? Да не может быть. Мне кажется, они забыли про этого NPC. Он должен стоять на абсолютно любом чемпионате. Это нечестно. Я его нигде не нахожу. Может быть, он где-то там? Но я бы увидела. У меня графика на максимум вместе с дальнейшей прорисовки. Что-то, видимо, не видать. Наверное, еще не дошел до отсюда. Кладовка находится прямо рядом с сценой. И, о-о-о, да тут действительно сплошное пиратство. Мне, как человеку, который играет еще в Моры Воров, это было очень смешно, что теперь Моры Воров еще и в Старстейбл Онлайн успел и просочится. И это вроде как смешно и вроде как странно. А-а-а! У тебя... То есть добро пожаловать на чемпионат Фурпинта? Мне реально сейчас очень смешно. Это морской волк. Мой братец Ларри. Не волнуйся, мы не пираты, а вполне порядочные моряки. Только на беду страдаем от морской болезни. Поэтому капитан высотил нас на этом острове. К счастью, одному замечательному юноше понадобилась помощь чемпионатам. Он сказал, что вся работа ляжет на нас с Ларри, а доход поделим пополам. Как он объяснил, мы с Ларри получим по 25% в 100% объеме. Это все Джеймс с его выкрутасом. В общем, нам поручено знакомить людей с новым центром чемпионата. Это платформа. Мое воронье гнездо, как говорится. Мне нравится, что она не слишком высокая. Ларри, Дарья должна увидеть доску с расписанием. Так, давайте. Ой, какой мужчина! Не одевает доска с расписанием прямо по курсу. Все, у меня уже начинает голос хрипеть. Спасибо, Ларри, ты просто превзошел себя. Что бы я делала без тебя? Что я без тебя делала? Дарья, если твоему скукуну понадобится помощь, у нас тут есть и ветеринар, и лошадиный тренер. Только к нам не обращайся, мы боимся лошадей. Ах, Сережка в носу! Первый персонаж с Сережкой в носу! Когда заработаешь элитный статус, сможешь оторваться в магазине для профи. Как видишь, мы с братцем любим одеваться со вкусом. По правде говоря, на корабле следить за гардеробом было нелегко. Так что я не слишком скучаю по соленой и сырой жизни пиратской, вернее, моряцкой. К слову о модных нарядах. Здесь ты можешь получить доступ к гардеробу. Ларри, расскажи про следующий пункт программы. Когда зарегистрируешься для участия, приезжай в зону ожидания. Если уедешь, считай, что отправилась за сундуком Дэйви Джонса. Что, Харри? Ах да, все не так страшно. Но ты потеряешь место в гонке. Смекаешь? Смекаешь? Это Джек Воробей! Смекаешь? Хе-хе-хе-хе. Мне нравится, мне нравится, боже мой. Я море воров с ССО перемешаются в одну кучку и приснится у меня ночью, я проснусь в ужасе. Разрази меня гром! Ты все? Тогда пришло время для настоящего приключения. Я только полчаса нарезат плавала в море воров. Если ты не боишься отправиться знакомым рыбам, как говорят у нас моряков, тогда тебе точно стоит потренироваться. Так ты узнаешь обо всех подвобных камнях этой гонки. Ну что, скажешь, салага? Вернее, подруга. Попробуй. Я не могу, это очень смешно. Так, прими участие в гонке. Мы получаем 50 шиллингов, 50 опыта лошади и 250 репутации для чемпионата Форт Пинта. Но это базовое задание. Когда будешь готова, нажми на кнопку ОК. Ага, пушка теперь находится на лодке, это очень интересно. Кстати, где лошадиный тренер? Я не нашла его. Где он? Так, ну давайте посмотрим. Бегаем, правда, с обычной фоновой музыкой канала. Но потом каждый... Кстати, да, каждый может принять участие в данной гонке, так как она и находится в Форт Пинта. Да, эта территория доступна для абсолютно всех игроков, включая даже тех, у кого нету статуса Star Rider. Так, чтобы покачать свою лошадку таким способом, вы сможете абсолютно всегда. Ну, по расписанию, конечно же. Так, и где же мне обещанные морские волны? Ускорялка. Ускорялка. Запоминаем. Кто-то говорит, что эти ускорялки очень неудобны. Но я всю жизнь играла в такие игры, как в Spire, в Crash. Поэтому для меня ускорялки это достаточно обычное дело. Что? Откуда тут что-то скользкое, что-то мокрое? Помогите, эта вода была соленая. Ну, почему она скользкая, как будто лёд. Так, мы оказываемся в Форт Пинта по маршруту. Здесь нас ожидает конкур из четырёх препятствий и ни одной ускорялки. Что очень даже хорошо так ускориться и прыгать одновременно было бы очень тяжело. Заворачиваем вдоль. Опять же, хотела... Ах, это рыба! Это солёная рыба! Я хотела сказать, что ещё у нас в Форт Пинта убрали здесь забор на причале. И поэтому... А, и поэтому без забора очень странно и непривычно. Почему мы тут тормознули? Так, мне кажется, кстати, уровень воды здесь стал меньше. Но это, возможно, уже мои какие-то обрывки воспоминаний. Так, ну мы, наверное, уже... А, там крабики! Мы же добираемся до финиша уже, да? Да? Где финиш? Вот, финиш. Ну, если честно, как-то... Как-то... Ну, как-то я ожидала больше волн, больше воды. То есть, если вы помните гонку, которая была на пляже около причала для рыбалки. Вот там и акула, и волны. Вот там гонки были очень классные, очень крутые. Ну что, давайте посмотрим, сдаём задание. Так, молочи, мы можем на чемпионате сумеешь разжиться каким-нибудь трофеем. Теперь у нас ежедневно здесь доступна гонка. Никакая. Никакая. Возможно, она в Морленде даётся. Мне интересно, здесь есть ежедневная гонка для прокачки. Так. Ну, хорошо, давайте посмотрим всё-таки лошадиного тренера, которого я не вижу. Может быть, он вот там стоит? Меня вот этот мостик напрягает всё это время. Нет? Нет? Меня обманули? Меня обманули? Лошадиного тренера здесь нет? Ай-яй-яй. Вот мне кажется прям, что... Так, я застряла в текстуре, здравствуйте. Лошадиный тренер должен находиться вот здесь, рядом с сетью. То ли они про него забыли, то ли он не отобр... А, это тень от чайки. Я думала, тут тень от прозрачного NPC. То ли он не отображается. Ну, в общем, вы сами видели, что по их словам здесь... Ещё есть лошадиный тренер. Может быть, конечно, они имели в виду тренера, который находится на чемпионате Морлэнда. Сейчас мы это проверим, мы вернёмся в Морлэнда и посмотрим, что же всё-таки нам добавили в скачку или не добавили в скачку. Я искренне извиняюсь, что видео такое длинное, но напоминаю, что это видео сразу два обновления за две недели. Разбивать мне их не хотелось бы. Так, Агнес. Испытание ежедневного чемпионата для Морлэнда. За которым мы получаем 300 опыта лошади. Ну, для Фортпинта такого, видимо, нету. Ну, здесь просто тренировочный круг для чемпионата. Так, ну, очень странно, хотелось бы задание... Может быть, я что-то не нашла, я не понимаю, но хотелось бы задание, где тоже 300 опыта на чемпионате, Фортпинта. Также лошадиного тренера именно тоже на Фортпинта поставить. А также нас, что ещё выпустили в последнем обновлении, это обновление снаряжения. Снаряжение новое, которое вы можете наблюдать. Это такое, как выездковое седло. Что ещё? Вот эти вот уздечки, по-моему. Сейчас посмотрим. Я не могу посмотреть, меня Аполлуза носит всё из-за амуниции. Ну, в общем, допустим, выездковые самые проблемные, это выездковые сёдла. Они теперь доступны для ещё двух пород. И, к сожалению, это не Фриз. Эта пасафина и андалузская лошадь третьего поколения могут носить новое снаряжение. Прозработчики также пишут, что они постоянно настраивают снаряжение для существующих пород. Однако этот процесс весьма сложный и занимает много времени. Ой, надеюсь, они поскорее всё это сделают. И я не знаю, а выездковые седло уже можно на Фриза, да? Или нет? Или нет? Или да? В общем, они иногда вмолча что-то делают и это сбивает с толку. Ну, а также поговорим о том, что... Чем же заканчивается сегодняшнее обновление? Это снижение цен. На лошадиной ярмарке перевезённый Морган теперь стоит 400 строкоинцев. Я имею в виду Моргана второго поколения. Ну, а на следующей неделе нам обновят ещё один третий чемпионат. И это чемпионат пони по пути в Фурпинта. Ну, а на этом всё. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Ой, пожалуй, я больше ничего снимать на этой неделе не буду, а то голос иначе опять сядет. Субтитры подогнал «Симон»